Музыка 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 Хотя мои ученые доказывали, я догадывал, что каждые пять этажей повышения должности повышает стоимость эксплуатации, о которых мне никогда не говорили в советское время. А сейчас, когда мы платим из своих карманов, и тарифы будут все время повышаться, можете даже не надеяться на понижение, то каждые пять этажей повышают примерно на 5-10% стоимость эксплуатации. Потому что дополнительные продукты требования, дополнительные всякие подкачки и так далее и тому подобное. И случись что, не дай бог, какой-нибудь коллапс, вы помните, в Кашинской электростанции вышли из строя, вы помните целый квартал такой повышенной трансферии домов, чуть не погибли люди, их не работает, санузел не работает, воды нет, их трещится нет. Что делать в этом доме? Вот вам среда, в которой мы находимся. В Москве уже фактически 16 миллионов населения. И мы сейчас обратили внимание на Китай. В Китае сейчас 20 городов по 20 миллионов, что такое 15 миллионов населения. Село они почему-то уничтожают, и сейчас сплошные небоскребы, кто был в Шангайе, кто был в Пекине. Я лично как-то архитектор, для строителей моего понятия просто учил. Я был 13 лет главный сектор Минск, скажем, в Москве. Минск был лидером в Советском Союзе. И сегодня у нас Советский лидер, хотя это уже другой государство, к сожалению. Где экономии, где окружающей семье уделяется огромное внимание. Где все еще, я занимал такую позицию, все должно быть масштабно человеком. Где должны быть широкие магистрали, где должно быть... Вот, что же Минск очень похож на Москву. Потому что планировку Минска сделали советские архитекции, знаменитые, которые после войны восстанавливали Минск. Минск тоже на 90% фашистские архитектуры. Такая же примерно система реки, проходящая с северо-запада на юго-восток. И мы создавали там большие водные пространства. Когда я начинал эту работу, речка 3 метра в секунду. Сейчас 35 метров в секунду. В центре пляжа можно ловить рыбу, чистая вода. И вокруг парк. Это экологическая система, проходящая через весь город в направлении метров основных. Соответственно, вот вам экология. И каждый жилой район имеет свое водное пространство. За счет гидротехнических устройств мы захватили. Каждый жилой район имеет свое большевое водное пространство. Парк обязательно. Причем мы сохраняли естественный рельеф. Это я первый придумал блок-секции в Советском Союзе. Потом литовцы это прихватили у нас. Но им давали государственные премии, естественно, чтобы мы не в лес не смотрели. И эти блок-секции позволили не трогать природную среду. Рельеф можно как угодно использовать. Понимаете? Когда меня привезли в Москву, я был в ужасе от того, что я увидел. Крылатское. Основное место, которое должно быть основным местом для отдыха и спорта трудящихся. С таким потрясающим рельефом, чисто экологически, нигде промышленности рядом нет. Канал, Москва-река, застроенный под Эрхом. И получили еще в целом свое время за эти сады. Последним перед развалом. И вот этот вал квадратных метров, когда в Москве закапывали все речки в трубы, тоже, чтобы больше, больше вала квадратных метров можно было развести. Когда, в общем, одной и той же продукции наших домосредственных каменов, понимаете, когда срезали, к чертюмой, весь рельеф, всю природную следу вырубали, значит, зато показатели были 5 миллионов квадратных метров в год строили в жилье. Москва-река, там сейчас вся, фактически, таблица Медельева. Даже есть такой негдот, что где-то там, в районе Химок, танк с чистой водой перевернулся, значит, вот, и вот это петло с чистой воды сейчас идет в сторону центра. Вот в таком городе мы живем, понимаете? Дальше, все-таки раньше была прописка, да? Я чуть-чуть немножко задержу ваше внимание. Владимир, цифры. Значит, все-таки как-то регулировали ротация, там кадры обывали, так далее, так далее. Мы вчера видели, яманова, да, интервью руководителя администрации, что все-таки в средское время как-то и кадры подбирались, пока всю цепочку не прошел, начиная с рядового, и через каждую студенку. То теперь куда это министрам не назначение, понимаете? Сейчас все на базу. И вы мне назовите в Совете министров специалистов. Варкович идет в Совете уходясь с новичью. Новый комментарий, да? Скворцова. 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 Врач. Здравия, да, Игорь Ивановна. Я, пожалуйста. Честное положение, честное положение, честное положение. Да, да. Вот. И я ставил, начал вопросы. В Москве это абсолютно композиционный, основной композиционный, экологический центр, проходящий через центр в Москве. И вот эти все притоки, речки, сходки и так далее, и так далее. Я когда делал золотые кучи на Минской улице, ну был спецзаказ, что-то стало. Вот. Я заставил там поставить очиститель выше, там же дохлые кошки, собаки и все прочее варялись в этой воде, рядом с поклонной горой, да? Значит, поставил очиститель, сделал там водопад, расчистил все. Природная цвета. Понимаете? Ну, когда я поставил вопрос, что надо все речки, ну, на Одесской Олимпийской заставил не вытаскивать грунт, не вывозить за 100 километров грунт из котлована, я из него делал тренинг. Ведь на тех же самых живых дворах можно делать горочки всякие и так далее, и так далее, и так далее. Понимаете? Вот эта среда, малая моя родина, как мы называем, двор мой, двор. Ну, вот я Шуваловский делал, у меня в Шуваловском каждый вот этот дом имеет свой двор, изолированный, свой двор, туда никто не ходит. Ставили же дома, вот так вот, мог ходить где угодно, что угодно, как угодно, но меня больше всего поразило, когда в этих домах массовые застройки не было вести людей. Вы входили прямо в месячную клетку. И никто и все с этим считали, что это нормально. Чего мне стоило пробить, извините меня, остекление лоджии балконов, обязательно, потому что был хаос же фасадок. Значит, и наконец, когда я начал объяснять, что все-таки нужно вести люди, комнаты для охраны, для нее нужно туалет, убывать деньги, значит, нужно устроиться для инвалидов. Конечно. Мне в стройкомплексе сказали, да что, дорога, понимаешь, это что, удорожание все? Удорожание. И вот эта мысль, как можно дешевле построить и как можно дороже продать без отделки, да? Значит, вот, без оборудования. Другой мысли нет. Другой мысли нет.